приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья во всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание здоровью поговорим о том как нужно быть здоровым с помощью магических слов которые вам нужно произносить а также о практике хотим с вами в одной поделиться с помощью этой практике вы сразу перестанете болеть вам нужно просто бро выбросить это в окно и вы увидите действительно изменения в своей жизни давайте вместе с вами разбираться во всем далее более подробно большая ко всем просьба просмотрите это видео до конца очень много важной и ценной будет информации вы знаете здоровье это наш самый ценный капитал когда мы с вами чувствуем себя здоровыми полными энергии жизнелюбия мы способны справляться с любыми трудностями и достигать успеха во всех сферах нашей жизни но возникает сразу же вопрос но а как же нам сохранить и укрепить свое здоровье во первых стоит сказать о то что нам нужно с вами питаться правильно потому что здоровое питание является основой нашего физического и психического благополучия правильно сбалансированное меню богатая фруктами и овощами злаками белковыми продуктами и здоровыми жирами играет важную роль в поддержании иммунитета и нормализации работы органов и систем нашего организма исключения из рациона вредных привычек такие как употребление алкоголя курения также является важным шагом на пути к здоровой жизни физическая активность имеет огромное значение для поддержания нашего физического здоровья регулярные занятия спортом помогает укрепить нашу нашу наши мышцы улучшить обмен веществ и кровообращение а также повысить уровень эндорфинов гормона счастья не обязательно заниматься интенсивными тренировками просто организуйте свой день таким образом чтобы в нем было именно участие физической активности самое простое прогулки на свежем воздухе можете если вы вы можете посещайте фитнес-клуб бассейн занимайтесь зарядкой по утрам также обращаем ваше внимание что наши эмоции и наше психическое состояние также имеет непосредственное влияние на наше общее здоровье прежде всего необходимо научиться контролировать стрессовые ситуации для этого вы можете использовать различные методики релаксации такие как медитация йога или те же дыхательные упражнения также важно находить время для себя для своих увлечений и хобби общение с близкими людьми и поддержка связей поможет вам снять негативные эмоции и обязательно наполнить вашу жизнь смыслом ну и не наконец не забывайте про медицинские осмотры независимо от того чувствуете ли вы себя хорошо на данном этапе вашей жизни или плохо регулярные визиты к врачу помогут выявить и предотвратить заболевания на ранних стадиях вместе с тем регулярное измерение артериальное давление уровня холестерина сахара в крови позволит контролировать состояние своего организма и своевременно предпринимать необходимые меры таким образом чтобы быть здоровым старайтесь вот именно старайтесь вести здоровый образ жизни культивировать себе только позитивные эмоции и заботиться о своем физическом и психическом здоровье ведь здоровье это наше самое ценное богатство которое нужно беречь и развивать а вот болезни которые появляются в нашей жизни это неотъемлемая часть жизни каждого человека к сожалению потому что каждый из нас регулярно подвержен различным заболеваниям независимо от возраста пола или социального статуса но почему мы так часто с вами болеем что происходит в нашем организме во время заболеваний самое главное что мы можем сделать как же избежать вот таких вот неприятных последствий вы знаете причиной многих заболеваний является ослабление нашего иммунитета иммунная система это своеобразный щит который защищает наш организм от вредных микро и организмов и инфекций однако под воздействием стрессов и правильного питания недостатка физической активности и других неблагоприятных факторов наш иммунитет ослабевает и мы становимся более подвержены тем или иным болезням когда мы с вами заболеваем в нашем организме происходят различные изменения система защиты организма мобилизуется чтобы нейтрализовать и уничтожить возбудителя болезни и это сопровождается появлением различных симптомов повышенной температуры слабости боли нарушение функций органов и систем и все эти сигналы говорят нам о том что наш организм раба борется с инфекцией и пытается вернуться свое обыденное здоровое состояние вот именно обыденное поэтому чтобы облегчить процесс выздоровления и предотвратить развитие осложнений существует ряд действий которые мы с вами можем предпринять прежде всего важно обратиться к врачу для получения грамотной медицинской помощи и рекомендаций а врач сможет поставить диагноз назначить лечение и контролировать его эффективность однако помимо медицинских методов мы с вами также должны обращать внимание на свой образ жизни и привычки правильное питание физическая активность регулярный сон отказ от вредных привычек все это способствует укрепление иммунитета и общему улучшению организма постепенное введение только здоровых привычек в нашу жизнь поможет нам стать более устойчивыми к заболеваниям и сократить время выздоровления но не только физические аспекты могут повлиять на наше здоровье психическое состояние также играет важную роль в поддержании иммунитета и в профилактике заболеваний стресс тревога негативные эмоции ослабляют иммунитет и повышают риск заболевания обратите пожалуйста на это поэтому необходимо вам в обязательном порядке обращать внимание на свое эмоциональное состояние а также осознавать и уметь справляться с негативными эмоциями а также включить свою жизнь практики которые будут способствовать релаксации и психи психологическому благополучию поэтому подводя итог именно этому пониманию вы должны понимать это что здоровье это наш самый ценный ресурс недаром возможно вы замечали что когда вы болеете вам ничего не хочется поэтому вы всегда должны стремиться быть более лучше здоровее помните о том что мы с вами каждый из нас может влиять на свое здоровье и предупреждать заболевания бережное отношение к себе правильный образ жизни и предупредительные меры помогут нам быть здоровыми и активными а также вы сможете наслаждаться жизнью и успешно реализовать свои планы теперь давайте поговорим как мы можем влиять на свое здоровье с помощью определенных волшебных магических слов вы должны понимать это те звуки которые выходят из наших уст имеет способность лечить поддерживать и превращать наш в день и нас самих счастливых и здоровых людей вы спросите а что же это за слова которые действительно помогают изменить нашу жизнь давайте начнем с того что здоровье это неотъемлемая часть жизни каждого из нас и мы все ищем способы поддержания и укрепления этого дара потому что быть здоровым сегодня это знаете достаточно модное вение однако у каждого свой путь некоторые обращаются к врачу некоторые обращаются к народной медицине а кто-то использует какие-то древние техники секреты методики которые передаются из поколения из поколения но вы также можете использовать своей жизни магические слова для сохранения и улучшения здоровья так так называемая практика которая связывала и поможет вам активировать внутренние силы и вашу энергию и очень важно понять что каждое слово имеет свою силу каждое слово может оказывать влияние на ваше состояние и на ваше настроение в некоторых случаях будут будет способствовать восстановлению вашего здоровья но помните магические слова это не формула который следует просто повторять вам нужно зарядиться этой энергии а значит вам нужно быть с открытым сердцем и с чистыми помыслами так первое слово первое магическое слово которое следует вам запомнить это слово любовь любовь к себе своему телу к окружающему миру это слово пронизывает вас положительной энергией любовью и миром замечательно анализ она несет за собой еще силу понимания сопричастности и принятия своего существования второе магическое слово является здоровье когда вы говорите это слово здоровье с верой с убеждением вы знаете она даже может нейтрализовать ваши негативные мысли лечить и восстанавливать ваши органы и системы слово здоровье позволяет нам перенаправить наши цели и энергию к исцелению и благополучию третье магическое слово который вам также нужно произносить это слово гармония и вы знаете гармония это что есть это есть мудрость которая объединяет в себе единство и баланс она объединяет наш ум душу и тело помогая нам достичь гармонии во всех аспектах нашей жизни это слово призывает нас слышать и акцентировать внутренний голос который указывает нам путь к здоровью поэтому если вы будете говорить именно эти три магических словах каждый день с искренностью с и с любовью то вы сможете изменить свою реальность конечно же они не являются единственными правильными словами и здесь вы должны полагаться еще и на свою интуицию но именно эти слова являются мощным инструментом которые помогут вам установить контакт с вашим внутренним миром с вашим я поэтому помните о том и неоднократно с вами говорили о том что такие слова они несут огромную силу они помогут вам стать здоровыми и счастливыми используя такие магические слова вы можете пробудить внутреннюю мощь и обрести поддержать свое физическое и эмоциональное благополучие поэтому вы должны об этом понимать и осознавать но конечно же иногда жизненные обстоятельства и те ситуации которые приводят нас в это состояние кажется что все рушится и становится безысходным а у каждого из нас бывают такие ситуации мы часто теряем надежду энтузиазм силы ощущая что не в силах пережить дальнейшую боль и разочарование в такие моменты наш разум и наша душа нуждаются в какой-то практике до которая поможет нам освободиться от негативных эмоций и вот обриснив обрести вот у новое что нам нужно для дальнейшего на для дальнейшей нашей жизни 5 поэтому мы хотим вам познакомить сегодня с уникальной практикой которая поможет вам преодолеть боль и идти дальше несмотря ни на что и несмотря ни на не на тех людей которые есть в вашем окружении и вы знаете вам главное верить и открыться новым возможностям и так что вы должны сделать для начала найдите объект который символизирует вашу боль и вашу злость ненависть возможно апатию стресс это может быть любая вещь в вашем доме которая вот связана с этим состоянием и характеризует его например это может быть на при какая-то картинка например это может быть ваша вещь это может быть все что угодно и это может быть знаете даже что записка с вашими негативными мыслями эмоциями вы просто можете сесть и их написать и когда вы будете писать вы знаете ваше состояние начнет очень быстро меняться после этого откройте окно это может быть окно и в гостиной вашей спальне неважно и вот вот этот объект эту вещь этот предмет выбросите через окно и представляете себе в этом момент что вы избавляетесь от негативных эмоций от боли от зависти от злости ненависти представляете себе что вы убираете преграды которые были в вашей жизни и вы знаете представляете себе вот вы выбросили закрыли окно и смотрите еще что вашей жизни идут перемены и это очень важно кроме того вы постарайтесь в этот объект в эту вещь в эту возможно это что-то из одежды быть в этот предмет вложить всю негативную энергию которую можете именно вложить в эту вещь и мы с вами ее выбрасываем именно из окна это нужно сделать после этого закрываете окно и еще какое-то время можете посмотреть а после этого вы можете почувствовать облегчение и внутреннее умиротворение и вы знаете именно эта практика поможет вам взглянуть на себя и вот те негативные моменты вашей жизни по-другому и вы знаете вот прочувствуете новую энергию в своем теле в своей жизни и начнете двигаться вперед при этом если вас касательно если вы чем-то болеете вас есть какие-то неприятности вот представьте отправляйте эту вот всю энергию в эту вещь и вы перестанете болеть потому что вы через эту вещь отдадите в весь этот негатив и отдадите вот эту деструктивную энергию которая и достаточно сильно влияет на вас поэтому эта практика она очень уникальна в то же время как вы видите она очень простая но она может вам очень сильно помочь используйте друзья эту информацию себе во благо будьте здоровы берегите себя обязательно прямо сейчас поставьте лайк этому видео таким образом между нами происходит энергообмен девочки и мальчики кто спрашивал касательно донатов вы в описании к этому видео вы сейчас можете увидеть следующие слова благодарность можно выразить по ссылке и донат ссылка вы можете нажимать и делать донат это можно назвать донат благотворительностью как вам удобно вы можете поддержать нас нашу команду мы стараемся для вас и надеемся что вот истинные ваши чувства и и наши чувства это взаимосвязаны и мы друг другу отправляем все самое лучшее и хорошее друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео